Приветствую всех, друзья, на канале Airzone Game. Хотелось бы поговорить в этом видео о новом проекте под названием Бекетов. Данный проект открылся совсем недавно, но так получилось, что два проекта открылись практически в одно и то же время с разницей в один день. И я не смог посетить данный проект в день его открытия, ибо захожу сюда уже спустя какое-то время. Но это может быть и к лучшему, уже наверное что-то пофиксили, уже какие-то работы проведены. Ну и наверное, как всегда, я приглашаю всех пройтись вместе со мной и посмотреть, что же из себя представляет этот сервер, что из себя представляет эта игра и этот проект. Ну а пока можно сказать, что никаких начальных заставок, оформленных в стиле этого проекта, мы не наблюдаем. Все достаточно стоково и стандартно. Далее нас встречает меню входа, и как видите, очень странная карта. Карта действительно, ну она не странная, она просто вот такая. В общем-то я знаком с этой картой, я уже побывал на этом проекте, когда он еще был под другим названием. Данная сборочка достаточно старая, и несмотря на то, что она усыпана более-менее свежими иконками, сборка все равно остается той самой старенькой, какая она и была, я еще помню, наверное, года четыре назад. Вот таким вот образом мы появляемся. И тут идет очень интересная звуковая заставочка. Как вы, наверное, услышали, записан реальный звук вокзального оповещения. И я, кстати, смотрю в сторону бага. Как видите, у крыши нету двухсторонней текстуры. Она то появляется, то исчезает. Но звуковая заставка, когда вы появляетесь, достаточно прикольная и антуражная. Такая прямо вот, как будто вы действительно приехали на этот вокзал. Чего нельзя сказать про сам вокзал. Данная локация выглядит, как будто она вырезана одним ровным квадратом с какого-то другого проекта и просто вставлена сюда. Даже рельсы начинаются и заканчиваются только под поездом. Дальше рельс нету. Ну и само вокзальное здание, например, меня вообще никак не впечатлило. Выглядит оно вот таким вот образом. Снаружи достаточно блекло, внутри достаточно ярко. Ну, в общем-то, никакой интерактивности здесь нету. Хотя вокзал не лишен каких-то своих особенностей. И есть русская надпись «Вокзал». Вообще, очень много на проекте русских надписей. Ну и понятно, что проект выдержан в российском стиле. Поэтому таких вот надписей, как «Буфет» тут достаточно много. Ну и по тому, как оформлена вообще, в принципе, вокзальная площадь, ну, не могу сказать, что у меня есть претензии, но вот как-то суховатенько. Хотя есть и вот такие вот достаточно уютные местечки. Везде по проекту разбросаны вот подобные магнитофончики с различной тематической музыкой. То есть, если это забегаловка, то играет какая-то композиция круга. Ну и так это везде разбросано. Там, если это какое-то хард-кафе, то там играет какой-то рок. Ну, эти магнитофончики валяются по всему проекту. Ну, а вот, например, магазин на привокзальной площади. Послушайте просто. Ну и вот такое вот подобное звуковое сопровождение здесь распространено практически по всему проекту. Как вы можете заметить, мы еще даже не ушли с вокзальной площади, а я вам уже показал три таких вот музыкальных или звуковых сопровождения. В дальнейшем мы это увидим еще в некоторых местах. Далее. Заправки на этом проекте выполнены вот таким вот образом, а они являются еще и магазинами. Ну, идем к банкомату. Здесь на проекте, как вы можете заметить, выдержана тематика Сбербанка. Ну, вот, к сожалению, тематика Сбербанка выдержана, а банкоматы все те же алтийские. Не смогли, видимо, заменить логотип на Сбербанковский. Ну, а сразу же с банкоматом стоит некая табличка. Эта табличка является таким неким симбиозом нескольких функций. Это и точка продажи вот скутеров, как вы видите, и еще это же является и гаражом. Вообще, таких симбиозных точек здесь достаточно много, и мы к этому еще вернемся. Ну, а вот таким вот образом здесь выглядят магазины. Скажу честно, приближать, удалять или крутить транспорт, ну, очень сложно. Абсолютно непонятно, как это работает. Но работает это все мышкой. То есть, вы стрелочкой водите вправо-влево, и каким-то образом это все увеличивается, уменьшается. Ну, очень сложно выполнено, и мне очень не понравились магазины на этом проекте. Ну, а вот тот самый мопед. Я всегда говорю, что мне двухколесный транспорт в армии не нравится, и вот этот вот мопед, это вообще, в общем-то, наверное, яркий представитель того, из-за чего мне не нравится двухколесный транспорт. Во-первых, посмотрите, какое удаление у нас происходит после того, как мы садимся на этот мопед. Управлять этим чудом враждебной техники, вот с таким вот удалением, то еще я вам скажу удовольствие. Ну, и звук. Звук у этого мопеда просто кошмарный. Ну, вот такой вот звук. Ну, и ладно, выбора у нас никакого нет. Уберем эту дребезжащую драндулетку и выдвигаемся в центр города Бекетов. В общем-то, по названию карты понятно. Карта выполнена следующим образом. Есть один большой город, по которому мы сейчас и двигаемся. Ну, большой это так относительно, конечно. Вокруг есть много деревень. В общем-то, вот и все. Поэтому, в общем-то, и называется эта карта Бекетовский район. Ну, и, в общем-то, надо сказать, что с этой карты я знаком. Знаком я с ней очень давно. Как минимум уже три года назад я заходил на эту сборочку и пытался с ней знакомиться. На этой сборке стоял некогда проект под названием Родина. Но данный проект с этой карты съехал, переехал на другую карту, просуществовал какое-то время на другой карте и закрылся с концами. И до сих пор об открытии проекта Родина нет никаких известий. Ну, и уже на тот момент эта карта была устаревшая. Я даже думаю, что это и была причиной того, что проект Родина покинул эту карту и решил переехать на другую. Сборка действительно древнейшая. Древнейшая, ну, как, не знаю, как сама Арма. И когда я заходил на проект Родина с знакомительными такими заходами, мне не понравилась эта карта. Не понравилась она мне тогда, не нравится она мне и сейчас. Ну, а в чем же причина? А причина в том, что все, что вы сейчас видите, хоть и стилизовано под российскую реальность, это такой глухой уголок России, но все, что мы видим, это картонная декорация. Здесь нету домов, которые вы могли бы зайти, посетить, купить. Ну, вернее, дома есть, но их очень мало. В основном все, что вы сейчас видите и все, что у вас будет окружать, это картонные декорации. Это просто модели, взятые я даже не знаю, если честно, откуда. Но, тем не менее, карта обновилась после последнего моего посещения данной сборки. По крайней мере, на родине вот такой вот конструкции я не помню. Но это было очень давно, я могу и ошибаться. Как видите, здание госпиталя, но здесь оно играет роль не госпиталя, это торговый центр, к которому мы вернемся чуть позже. Ну, а пока пойдемте посмотрим, что здесь по лицензиям и что можно вообще себе приобрести. Есть ли какая-то интересная механика? Ну, и судя по лицензиям, нет, никакой интересной механики здесь нету. Набор лицензий достаточно стандартный. Берем первые, которые нам нужны, категория B, категория C, но здесь осталась механика регистрации этих водительских прав и транспортных средств. Осталось оно еще с родины. На том проекте регистрации занимались люди, игроки. Отыгрывали роль полицейских, ну и тому подобное. Нужно было идти в ГИБДД или в ГАИ и там регистрировать свое транспортное средство или получать права. Здесь же это поставлено уже на автоматику. Мы здесь покупаем лицензию, потом надо проследовать, я, наверное, это покажу, в полицейский, ну, не в полицейский, наверное, или в милицейский отдел. И там просто купить себе корочки. Они продаются отдельно. Ну, напомню, что на проекте Родина этим занимались люди, выдавали эту документацию. Ну, а далее я столкнулся с трудностями по этой карте. Карта, в общем-то, как карта, и, как видите, до ней есть россыпь уже более-менее современных иконок. Это не красные, желтые, зеленые квадраты. Это уже взято из какой-то новой сборки. Но это не облегчает поиск каких-нибудь точек на карте. Карта очень замысловатая, трудно читаемая. И самое главное, что она практически лишена даже того стандартного меню, которое присутствует на этой карте. А меню это работает следующим образом. Да, оно отключает какие-то категории иконок. Так вот, я пробовал отключать все иконки, но карта все равно усыпана россыпью этих неотключаемых иконок. Потому что многие точки не привязаны к этой меню. Они привязаны не потому, что я в начале ролика говорил, есть некий симбиоз. То есть, много точек добавлены на одну иконку. Так, например, здесь есть точка торговый центр. Так вот, в этом торговом центре есть и универмаг, и магазин одежды, и продуктовый магазин. И, естественно, все это никаким образом к меню не привязано. И такое здесь происходит очень часто. Отключая иконки магазинов техники, иконка реагирует только одна. Все остальные три магазина никаким образом на это не реагируют. Реагируют единственные хорошо иконки, это добыча ресурсов и переработка ресурсов. Вот они привязаны к этому меню. Все остальное, ну, практически отвязано. То есть, меню, можно сказать, абсолютно бесполезное. Ну, а названия здесь можете заметить изменены. Такие, как, например, автомобили от Семеновича или списанная совхозная техника. И это все неплохо. Просто к этому какое-то время надо привыкнуть, что названия здесь совсем другие. Так, магазины называются ларьками. Ну, и вообще магазины расположены либо в торговом центре, либо на заправке. В общем-то, к этой карте надо какое-то время привыкать. Я не говорю, что она уж совсем отстойная. Ну, к ней надо привыкнуть и меню вам в этом ну, никак не помогает. Ну, а дальше давайте проследуем в магазины техники, которые присутствуют на этом проекте. И вот на этом дребезжащем коне мы подъезжаем к первому магазину, который называется БУ машины от Семеновича. И прежде чем переходить к машинам, я хочу показать вам вот такой вот бак. Как видите, я взаимодействую с этим Семеновичем и все зависает. Зависает до такой степени, что даже начинает кричать ТСК. Потом все это раз и в какой-то момент отвисает. И появляется вот эта вот надпись внизу экрана. Подобное я проделал несколько раз и всегда происходит одно и то же зависание, когда выскакивают вот эти вот слова. Ну, а далее магазин. Я еще в самом начале сказал, что магазины сделаны ну, просто очень отвратительно. Я не знаю, как крутить эту технику и как ее приближать. Ну, с приближением допустим, все более-менее нормально, колесиком приближается. А вот крутить вправо-влево, отдалять или приближать это какая-то прямо загадка. Как надо вам, куда надо разместить курсор и в какой момент надо его в какую сторону подвинуть, чтобы машина начала крутиться в нужном вам направлении. Так что, если увидите, что машины каким-то образом себя странно ведут, это не я над вами издеваюсь, просто так сделан этот магазин. Абсолютно невозможно понять, в какую сторону надо ввести мышку и куда надо направить курсор, чтобы она двигалась так, как мне нужно. Автопрокручивания здесь нету и вот так выглядит этот магазин. Такое себе я вам скажу решение. И видите, стоково машина стоит не лицом, а задницей. То есть, ее в любом случае надо крутить, чтобы рассмотреть. Но прокручивание здесь выполнено просто отвратительнейшим образом. Такой вот механики я не встречал. Иногда, как видите, получается более-менее ровно крутить, но иногда просто непонятно вообще, куда надо направлять мышку, чтобы транспорт повернулся так, как тебе нужно. Ну, а что касаемо самого транспорта, то тут у меня сложилось такое двоякое мнение. С одной стороны, здесь есть интересные модели. И я, как любитель отечественного транспорта, в общем-то, здесь заметил и неплохие машинки. Есть и, как видите, УАЗики, Патриоты, Симбы, ну и тому подобное. Но есть и очень отвратительные модели. Просто такие отвратительные, что я даже не знаю, зачем их сюда добавляют. Просто из-за того, что надо было накачать отечественного транспорта и то, что было под рукой или то, что было в интернете, скорее всего, исходили из этого. Багажники тоже очень маленькие. Ну, это понятно. Ладно, к этому придираться не будем, потому что, ну, начальная машина, там, да, АК, например, у нее багажник всего 5. То есть, даже нет смысла и выезжать на какую-то точку добычи на такой машине. Максимальный здесь багажник 60. Вот у этого начального транспорта. У меня претензии только к выполнению этих моделей. Мне показалось здесь очень интересно. Вот, например, та же Копейка, которую не часто встретишь. Ну, я вообще встречаю ее первый раз. Здесь есть нестандартная Волга. Не та Волга ГАЗ-24, которую мы привыкли видеть. Это старая модель. Ее в некоторых проектах добавляют. Я все время говорю, что не понимаю, зачем. Есть вот Пятерка. Тоже не часто встретишь. Хотя я на своих обзорах показывал красивые модели Пятерок. В общем, есть некоторые модели, которые меня заинтересовали, но впоследствии они меня сильно разочаровали. Но к этому мы сейчас еще вернемся и посмотрим на то, какие машинки здесь есть и как они вообще выглядят. Ну, и можно заметить, что нету покрасок. Ну, а вот как раз та самая Волга, про которую я говорил. И как видите, это не 24-я Волга. Это, по-моему, 3110 или 3102. Я уже, если честно говоря, забыл. Но я помню, что эти машины производились в основном для правительства. Но правительству они не понравились, поэтому они запустили, они имеются в виду Горьковский автозавод, запустили их в массовую продажу. И эта машина, такая машина была даже у меня в реальности. Поэтому я и захотел на нее посмотреть. Ну, а в целом машинки вот такие. Ну, и цены, надо сказать, что цены приемлемые. Цены очень приемлемые. Меня еще заинтересовал и вот такой вот УАЗик, только потому, что у него большая вместительность по сравнению со всеми остальными машинами, которые здесь представлены. Ну, и давайте посмотрим, что за машины вообще. Это какие модели здесь, которые меня, по крайней мере, заинтересовали. Давайте рассмотрим их поближе. Ну, а для обзора я купил Волгу ГАЗ-3102, ВАЗ-2101 и ВАЗ-2105. Ну, и если вот к внешнему виду у меня особых претензий нету, хотя видно, да, на какой базе построена, например, Волга. Копейка вообще выглядит, ну, я бы сказал, симпатично. Есть небольшие претензии только к пятерке. Она какая-то подразмыленная. Ну, а вот к внешнему виду у меня к претензий много. Во-первых, у всех этих моделей стоит фото-текстурная приборка. А фото-текстуры это, я вам скажу, та еще гадость. Ну, и в принципе, это все та же самая 24-я Волга, те же самые сидения, то же самое обшито дверные карты. Все один в один. Заменена только приборная панель. Приборная панель сделана неплохо, только вот фото-текстуры это, конечно, отстой. Приборные панели у всех машин мертвые. За исключением вот этой вот машинки копейки, у нее там что-то шевелится одна стрелочка. Ну, а в целом машина выглядит вот так. Выполнена, я бы сказал, ну, отвратительно. Что-то греха таить, выполнена отвратительно. Все размылено, некрасивые сидения и у копейки еще присутствует вот такой вот бак. Как видите, над приборной панелью идет какая-то полоса. Идет она вдоль всего лобового стекла и в дальнейшем мы поймем, откуда взялась эта проблема. А проблемка эта пришла вот с этой вот модели. Как видите, у нее как раз вот такая вот полоса и есть. Все те же фото-текстуры. Здесь живой только один спидометр, все остальное ну, мыло. Как видите, все размыленное, все некрасивое, ну и внутри это все та же самая в общем-то копейка. Те же неказистые сидения. Вот такие вот автомобильчики. На самом деле они мне очень не понравились. По звуку и управлению претензий нету, а вот по выполненному внутри интерьеру, конечно же, ну, гадость. Ну, а себе для работы, исходя из вместимости, а не красоты, я купил вот такого вот УАЗика. Ну и опять все то же самое. Мертвая приборная панель, ничего не светится, работает стрелка, но работает только до 90, а дальше она просто замирает. Интерьерчик вы сами видите. Ну, такой себе. Ну, это, я не знаю даже, как это описать. Ну, такой себе интерьер. Но на этом проекте есть и еще магазины, где есть достаточно много интересной техники. Опять, выполнение магазина мне совсем не нравится, крутить машины очень тяжело, но в этом магазине они хотя бы изначально стоят в нормальном положении. Поэтому здесь можно будет что-то выбрать и даже можно не крутить, не прибегая к этому придурочному меню. Меню действительно, меню управления, машина имеется в виду, очень отвратительно. Крутить машину очень сложно. Буду прокручивать быстро, потому что, ну, в общем-то, здесь претензий никаких нет, есть хорошие, красивые модели. К сожалению, нету покрасок, абсолютно нигде нету покрасок. Выбирайте то, что выбираете. И единственное, что кидается в глаза, это огромное количество транспорта, которого для VIP-персонала этого проекта. Посмотрите, сколько VIP-овских машин. Скажу честно, что я здесь провел 5 дней, и за эти 5 дней я всего на проекте увидел 2 человека. Ну, я опять буду в своем мнении, и скажу, что это слишком амбициозно для нового проекта. Для проекта, который только что открылся, и столько VIP-транспорта. Я все-таки буду настаивать на том, что при открытии проекта все-таки добавлять столько VIP-а, ну, не стоит. Я все-таки считаю, что добавлять какие-то уникальные вещи, красивые вещи, уникальные механики, или облегчение, надо с ходом роста онлайна. Растет онлайн, люди что-то просят, добавляем. Ну, а вот так вот, в самом начале, добавлять столько VIP-а, ну, я по-прежнему считаю, что это слишком амбициозно. Ну, а мы тем временем подходим к торговому центру этого проекта, и вот таким вот образом он оформлен. Здание взято с Altis, это здание госпиталя, ну, а оформлено оно как магазин пятерочка. Вот как это выглядит внутри. Справа непосредственно магазин пятерочка, слева все остальное. Подходим к кассе, взаимодействуем, и здесь у нас есть несколько категорий. Все разбито на категории. Одна из категорий это дешевая одежда, одна из категорий это одежда фирмы Adidas, следующая категория это рабочая одежда, и еще одна последняя категория это дорогая одежда. Всю одежду буду прокручивать быстро, надо сказать, что одежды очень много, единственное, что не хватает немножко, может быть, аксессуаров, аксессуаров, ну, мало, мало аксессуаров, есть очки двух видов, по-моему, есть какой-то хабарик во рту, ну, в общем-то, все из аксессуаров это, в общем-то, все. Много шапок, много всевозможных сумок, рюкзаков, всего очень много. Радует, что подразделяется все по своим категориям. Очень понравилась категория рабочая одежда, которую вы сейчас видите, она отдельно, ее покупаем и идем уже как бы работать. Для антуражности это замечательно. Дорогая одежда действительно очень-очень дорогая. Ее здесь много, и она реально, ну, вот, очень дорогая. Ну, это, наверное, для того, чтобы уже, когда подзаработали, могли уже отыгрывать какую-то директорскую профессию, ну, или что-нибудь подобное. Ну, в общем, по одежде претензий нету, одежды много, здорово, что разделили на несколько категорий. Ну, и проходим дальше. А дальше у нас тот самый магазин пятерочка, и вот как он выполнен, и опять идет звуковое сопровождение. послушайте. Мы открылись, обновляем магазин магнит дома. Ваши от скидки в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 10 до 23. Магнит дома. Мы притягиваем лучше. Ну, вот таким вот образом это оформлено. Ну, а я в очередной раз оговорился. Магнит, а не пятерочка. Просто никак не могу к этому привыкнуть, потому что у меня-то возле дома как раз-таки пятерочка, а магнита у меня, в общем-то, даже рядом и нету. Но я знаком с этой сетью магазинов. Вот таким вот образом это выполнено. В общем, тут ничего интересного мы не увидим. Давайте следовать дальше. А дальше я поехал для сбора плодово-обощных культур этого проекта. Здесь есть персики, есть яблоки. Я поехал на яблоки по той простой причине, что они гораздо дороже. Приступив к работе, я сначала не понял, куда у меня появляются корзины. Как видите, вокруг их нету. Ни мешков, ни корзин, ничего. Нету. Я уж грешным делом подумал, что здесь стоит автоподвор. Но ничего подобного здесь нету. Никакого автоподвора, вообще никакой автоматики на этом проекте нету. Просто корзины спамятся в определенном месте. И туда надо бежать. Ну, если не хотите бегать, то придется калашматить прямо здесь. И вот тут мне не понравился один факт. Как видите, это находится у подножия церкви и рядом стоят кресты. Я не особо набожный человек, но мне почему-то вот калашматить тяпкой возле христианской реликвии, но не очень приятно. Я не знаю, что это. Это просто подножие горы, это просто какие-то памятные кресты, или это какие-то могилы. Не знаю. И я прекрасно понимаю, что это игра, а не реальность. Орудовать тяпкой рядом с какими-то христианскими реликвиями, с людьми, которые уважают эту культуру, мне неприятно. И если в жизни с этим вандализмом надо бороться другими способами, то здесь-то в игре гораздо проще взять и переместить этот плодовый овощной сад отсюда в какое-то другое место. И еще раз скажу, что я прекрасно понимаю, что это игра, но все равно, мне кажется, даже в игре должно быть какое-то чувство меры и уважения к людям, которые исповедуют ту или иную религию. И вот подобное, ну, мне оно не нравится. Я не знаю, наверное, у каждого будет свое мнение, но согласитесь, что вот подобная картина, когда мы калашматим рядом с крестами тяпкой, ну, выглядит не очень эстетично. И лично мне находиться рядом с храмом и крестами и орудовать тяпкой, ну, неприятно. Но это мое мнение, это мое мировосприятие. Я очень быстро покинул это место и в дальнейшем, встретившись с администрацией, я донес им вот эту вот проблему или не проблему, я не знаю, как это охарактеризовать, но в ответ я услышал очень молодой голос и со смехом сказавший «Ну, это же Россия!» Вот с этим я тоже не согласен. Россия многоконфессионная страна. Наверное, как нигде в мире у нас уживаются разные вероисповедания и люди с максимальным уважением относятся к вероисповеданиям других народов. Но это я чего-то вдарился в философию, а обзор у нас совсем не про это. Давайте потихоньку перейдем к экономической составляющей этого проекта, ну и заодно посмотрим какие-то красоты, которые здесь представлены. Я же на данный момент направляюсь к одной из точек добычи ресурсов, в данном случае алмазов. И вот с чем я, кстати, столкнулся. Если вы съезжаете с дороги на полянку на какую-нибудь, то скорость вашего автомобиля становится 6 км в час. И что бы вы ни сделали, больше она не будет. Вот с такой скоростью здесь можно передвигаться через поля. Я сразу же вспомнил то самое обновление, когда разработчики игры Арма ввели дополнение, связанное с танками, и вместе с этим дополнением в Арму пришли ограничения по проезду вне дороги. Сколько было хейта на это обновление, но здесь сделано просто по хардкору. Здесь скорость тут же просто моментально падает до 6 км в час и ничего вы больше с этим не сделаете. Нужно ли такое? Вот бог его знает. Не знаю, решайте сами. Мне это очень и очень не понравилось. А вот езда через зеленые массивы этого проекта мне очень понравилась. Смотрите, как это выглядит. Леса очень плотные, насаждения очень стоят плотно, и в общем-то проезжать сквозь это было бы и так затруднительно, но так как съезжая с дороги вы теряете до 6 км в час, то заезд в лес вообще не имеет никакого смысла. В моем случае лес выглядит немножко лысовато, но вы можете поставить, выбрать в планшете травку, и это будет выглядеть вот таким вот образом. Как можете заметить, обочина поросла травой, и в общем-то картинка немножко изменилась, но это мое личное, я не люблю армовскую траву, она меня раздражает, она таким пятном вокруг вас появляется, и какой-то красоты она не добавляет, поэтому я всегда убираю траву, она мне просто не нравится, но это мои личные предпочтения. Да и в целом все зеленые насаждения этого проекта, это можно сделать целый отдельный обзор, потому как они составляют опять же-таки некий симбиоз разных проектов, схожих по армовскому движку. Здесь я могу заметить и растения с Дейза, по-моему, здесь есть и алтийские растения, и все это каким-то образом вместе уживается, но вот дальность прорисовки у каждых растений по-разному, и я себе башку сломал, настраивая здесь прорисовку растений, в конце концов забил, поставил стандартные настройки, с которыми я обычно хожу, и больше на это даже не обращал внимания. И за рассуждениями о растительности этого проекта мы добираемся до точки добычи алмазов. Вот таким вот образом она выглядит, ну и надо сразу же сказать, что точки добычи на этом проекте, я бы сказал, ну, так себе, они все выполнены примерно вот в таком вот стиле, зеленая полянка и немножко камней, ну, в дальнейшем я может быть еще какие-то точки вам покажу. Основной же проблемой является все тот же ограничение по скорости передвижения вне дороги, как видите, скорость по-прежнему 6 км в час, если в гору, то и того меньше, и это занимает чуть ли не больше времени, того, что вы будете добывать эти ресурсы. А вот про точки переработки ресурсов плохого сказать в принципе не могу, можно докопаться до антуражности, как видите, это точка переработки алмазов. Ну, здесь стоит старый свинарник, какой-то сенобар, не знаю, что это такое, в общем, какая-то ферма, но здесь мы, тем не менее, перерабатываем наши ресурсы. И вот опять та самая скорость передвижения. Чтобы доехать до точки переработки, вы потратите больше времени, чем вы будете перерабатывать. Я не знаю, кому пришла подобная идея в голову, но в какой-то момент эта скорость передвижения начинает настолько сильно бесить, что просто до невозможности. Вам приходится подъезжать к любой точке вот с такой вот скоростью. Ну, а сама переработка выглядит вот так. Слава Богу, что это не черный стандартный ящик, который мы привыкли видеть, это какой-то верстак, но, но, нету кнопки переработать все. То есть, будьте готовы писать все вручную. Сколько подходов сделаете, столько раз и запишите. Ну, а скорость переработки достаточно приличная. А если возвращаться к антуражности того, что мы видим, то рядом недалеко стоит вот такой вот красивейший ангар. И почему бы точку переработки алмазов не внедрить вот сюда? Ну, нет, почему-то был выбран вариант с заброшенной фермой. Не знаю, ну, по мне так кажется, что вот такой вот ангар с таким вот антуражем был бы гораздо интересней в виде точки переработки алмазов. Хотя, если говорить в общем, то, как вы видите, точки переработки и добычи здесь выполнены антуражно. Вот есть, например, вот такая вот очень симпатичная точечка. Единственное, что здесь мне вот эти вот коричневые камни справа не очень нравятся. Как будто насрал динозавр. Но, как я и сказал, все точки выглядят достойно, красиво и нету повторяющихся. На каждой точке будет что-то свое. Ну, и в целом экономика в общем-то вполне играбельная и каких-то мега косяков по экономике я здесь не встретил. Ну, а если возвращаться к началу ролика и к тому, что я сказал, что мне эта карта не понравилась, да и, наверное, в целом подвести какой-то итог, то надо, наверное, сказать, что в целом проект, конечно же, играбельный. Играбельный, он открытый и он даже, можно сказать, что настроенный. Но есть и много минусов. И главный минус это того, что несмотря на то, что проект как бы новый, но он абсолютно не новый. И начнем с того, что карта эта, ну, очень, очень старая. Старая, доисторическая, с которой я знакомился еще три с лишним года назад. И вот она вновь вернулась с минимальными изменениями. С изменениями, которые, в общем-то, никаким образом не ломают и не меняют геймплей в каком-то лучшем, интересном направлении. И в чем же вообще вот проблема этой карты? Некоторые из них я уже показал. И это торможение в полях, и это очень странная зелень. Ну, и в целом здесь уживаются огромное количество разносортных объектов, которые взяты с разных игр. Абсолютно разных. Тут и Дейс, и Стенделон, и какие-то еще непонятные стоят объекты, и объекты более-менее нового образца. В общем, здесь до хрена всего вместе намешано, но в целом это дает какой-то винегрет, с которым приходится игроку каким-то образом уживаться. Ну, а хорошо ли это? Ну, вот Бог его знает. И каждый, наверное, здесь волен решать сам и выражать свое мнение, нравится ему это или нет. Я скажу просто от себя, что мне не понравился этот проект три года назад, и сейчас по одной простой причине. То, что мы сейчас видим, это все картонные постройки, с которыми нельзя взаимодействовать, которые нельзя купить. это просто стоящие модели без всякого взаимодействия. Да, здесь можно встретить дома с Алтиса, которые продаются, но большая масса домов здесь просто декоративные постройки, с которыми нельзя взаимодействовать. Они, как вот, например, этот дом, бывают даже нелепого вида. Если можете заметить, то я чуть ли не выше этого домика. И подобной нелепости здесь хватает. И вся вот эта вот атмосфера российской глубинки пропадает, потому что, проезжая мимо какой-то красивой деревни, кроме того, как посмотреть на это, вы больше ничего не сможете сделать. Если вам понравилась какая-то глухая деревушка с каким-то красивым колодцем или полисадником, то вы не сможете купить там дом, потому что это просто картонная модель. И здесь весь проект состоит из таких вот картонных моделей, которые просто для того, чтобы на них смотреть. Я как-то уже показывал проект, где человек воссоздал такую российскую деревню, где каждый дом можно было купить. Каждый дом, даже многоквартирный дом можно было купить со своим садом, огородом, своей теплицей, колодцем, даже с банями. Но здесь, к сожалению, все это просто антураж. Мы не можем это купить, мы можем на это только смотреть. И надо сказать, что не все плохо здесь с покупкой домов, потому что дома покупать можно. На этом проекте есть некие коммунные, где стоят два-три дома, которые все-таки можно покупать, но я так понимаю, что это для общего пользования тех, кто живет в этих коммунных. Вообще, все дома, которые покупаются, стоят в самом Бекетове. Все остальные деревни, как я уже сказал, если она вам понравилась, красивая деревушка, в них нету ни одного дома, который вы можете купить. Все это вот такие вот просто антуражные макеты, с которыми нельзя взаимодействовать. И мне, мне, например, в свете последних обзоров, где можно было покупать свои заправки, ставить свои предприятия, ставить всевозможные заводы, выбирать дома, которые тебе нравятся, которые тебе по вкусу, взаимодействовать с этими домами, заводами, предприятиями и, в общем, пользоваться тем, что предлагают остальные проекты, расширенными возможностями. Так вот, в свете этих обзоров возвращаться вот так вот в каменный век, где вокруг тебя окружают только декорации, мне почему-то ну вот совсем не хочется. И вот тут можно сказать, да ты зажрался. Да, в какой-то степени можно сказать, что я зажрался. И даже не зажрался, а просто привык пользоваться тем, что предлагают современные проекты на базе современных сборок карт. Это же, к сожалению, какой-то призрак прошлого, где нет ничего того, к чему я уже привык. Здесь нету интерактивности, здесь все вот такое вот антуражное, картонное, на что можно смотреть, с чем нельзя взаимодействовать. Но я вполне допускаю, что подобная карта с подобными решениями кому-то может понравиться. Слава богу, что арма разносторонняя игра и это РП направление, в котором каждый ищет что-то свое. Но, как и вышесказанное, я выражаю лично свое мнение, и мне кажется, что у этого проекта нет будущего. И дай бог, если я в этом ошибаюсь. Я очень надеюсь, что администрация этого проекта найдет какие-то пути для того, чтобы привлечь сюда игроков. Ну, лично я сюда, наверное, больше не приду. Мне здесь не понравилось ничего. И, как я уже сказал, возвращаться в каменный век мне почему-то не улыбается. Ну, вот такой вот у меня получился обзор этого проекта. Проект, который открыт, который, как бы, новый. так что заходите, играйте, пробуйте, получайте удовольствие. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел, и всего вам доброго. До новых встреч!